Колонна гуманитарного рейса Ахметова после двух недель безуспешных попыток пересечь линию соприкосновения в этот четверг наконец-то доставила в Донецк 620 тонн помощи. За 10 месяцев работы штаба такой задержки еще не было. Только с девятой попытки машины с гуманитарным грузом прошли через все пункты пропуска. Как удалось преодолеть столь долгий и опасный путь? Виктория Чистюхина побывала на месте событий. 6 километров от Горловки. Поселок Ленинский в городе Артемово сегодня на передовой. Почти каждая семья здесь пострадала от войны. Кто-то лишился крова, а кто-то родных. Город Артемово обстреливается на протяжении года. Сегодня здесь разрушена половина домов. Последствия боевых действий вы можете увидеть сами. Вот стена. Пожалуйста, это окно к соседям теперь. В результате минометного обстрела дом Ляховых остался без стены. Во время попадания снаряда муж Натальи смотрел телевизор. Муж успел за секунды выскочить. Благодаря остался жил, потому что здесь была мебель. Восстановить дом Наталья в ближайшее время не сможет. Денег нет. Вот тут жили и работали мирный народ. Донбасс вообще. Наталья прожила в этом доме 25 лет. Сегодня приходит сюда покормить домашних любимцев, полить урожай. Покинуть свое жилье здесь пришлось десяткам людей. Но большая часть все же остается вблизи линии соприкосновения. Ольга Селедкина за полтора года потеряла дочь, мужа и невестку. Сейчас у нее на содержании внук и племянница-инвалид. Это все тело в шишках. Это шпалитрит накручивает. Выбора у инвалидов в зоне боевых действий практически нет. Либо покупать лекарства, либо тратить последние деньги на продукты. Поддерживают семью Ольги штаб Рината Ахметова. Все годится. Сейчас в это время кушают все. Сейчас ничем не перебирают. Только мы получаем от Рината Ахметова. Больше мы ни от кого не получали. За 10 месяцев работы гуманитарный штаб Рината Ахметова раздал более 3 миллионов 300 тысяч продуктовых наборов мирным жителям Донбасса. В последнее время помощь доставляли с особой интенсивностью. Полмиллиона наборов выживания в месяц по обе стороны линии соприкосновения. Но последние две недели колонна гуманитарного рейса Ахметова пройти в Донецк не могла. Попыток было 8 и все безуспешны. Каждый день машины были готовы отправиться в дорогу. 12 дней здесь живем. Здесь я сплю. В принципе, квартира моя. Тут хорошо быть на базе, что есть где и покупаться, и постираться. В девятый раз штаб Ахметова пытается доставить помощь. Техническая проверка фур в первую очередь. Но главное, говорит Александр, перед выездом плотно позавтракать. Чай с сахаром. Булочку сладенькую купим. Что покупаем? Скидываемся. Компания скидываемся, покупаем все в магазине. Один бы вот так 13 дней не протянули. Дорога в Донецк через Артемов с длиннее более чем на 100 километров. И никаких гарантий проезда нет. Гуманитарную помощь Ахметова везут через Красноармейск Димитров в Константиновку. Колонну сопровождает представитель гуманитарного штаба Александр Вишняков. На каждом блокпосте предъявляет все документы на груз. Мы прошли 4 блокпоста. Проблем не возникло. На некоторых из них запросили документы, которые мы предъявили. Сейчас колонна проходит досмотр и таможенное оформление груза. Отдельного коридора для прохождения гуманитарной помощи сегодня не существует. Поэтому приходится прибегать к таким мерам и простаивать по несколько часов наряду со всеми. Очередь из автомобилей на Артемовском блокпосте в несколько километров. В ожидании проезда и обычные люди. Переселенка Ольга Жаркава пыталась провести в родную горловку парализованного брата. Ей пришлось вернуться. Военные женщину не пропустили, пригрозив обстрелять автомобиль. Причина отсутствия пропуска. Хотя документы были поданы еще два месяца назад. Они никто не пропускают, они не входят в человеческие. Они говорят, что бросьте его на улице, пусть умирает. Для гуманитарной помощи отдельная процедура проверок. Здесь обычного пропуска недостаточно. Все, приказы, накладные, паспорта, талоны тщательно просматривают. Сейчас вот талон, номер, фамилия его по паспорту вкладываем. На заезде ему поставят печать. Колонну рейса Рината Ахметова досматривают двое суток. Длительные проверки на блокпостах, многодневное простаивание – это недостаток единой системы пропуска гуманитарных грузов, считают в гуманитарном штабе. Нам крайне нужен отдельный пункт пропуска. Чтобы не было разговоров, что вы везете, чтобы раз и навсегда было понятно, что Красный Крест, ООН, гуманитарный штаб Ахметова везут помощь для мирных жителей. В конце концов, мы уже практически год работаем. За год нас проверили все и так, как только возможно. И все международные миссии, и все международные организации дали заключение, что гуманитарный штаб поможет, помогает мирным жителям. А тем временем дончане по-прежнему приходят к закрытым пунктам в надежде, что раздача продуктовых наборов вот-вот возобновится. Жду, жду, жду помощь, жду. Очень, очень помогает. Я масла не покупаю, я крупу не покупаю. Во всяком случае, ей не хватает. В отдельном пункте пропуска нуждаются все благотворители. Две недели помощь не могли доставить и представители Красного Креста. Спустя две недели гуманитарный рейс Рината Ахметова таки въезжает в Донецк. За это время 31 фура вместо 300 километров преодолела больше тысячи. Из-за задержки гуманитарного рейса были вынуждены закрыты 25 из 30 пунктов выдачи на неподконтрольной территории Донбасса. Чтобы как можно быстрее возобновить их работу уже в понедельник, волонтеры сразу же начинают разгрузку. Благодаря доставленным продуктам завтрашнего дня откроются пункты выдачи в Донецке. Для открытия всех точек продовольствия пока недостаточно. Но штаб Ахметова готов увеличить интенсивность поставок. На следующей неделе мы планируем отправку уже следующей колонны для того, чтобы возобновить выдачу гуманитарной помощи в Донецке, в Донецкой области. Уже сейчас в Днепропетровске формируют очередную колонну гуманитарного рейса Ахметова. Каким бы сложным ни был путь, его готовы преодолеть ради помощи мирным жителям Донбасса. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, События недели. Продолжение следует... Продолжение следует...